Девушки отдыхают Адольф Гитлер Это потрясающе Этот человек в будущем Великой Германии Мы сошли с ним по всем вопросам Особенно по вопросу избранности богом немецкой нации Но надо смотреть реальности в лицо Россия спешно строится, поднимается из руин Вот где опасность А мы, выходит, помогаем ей в этом Поставляем туда наше оборудование Наших специалистов Явный нонсенс Только за эту пятилетку Советы намерены построить 1500 заводов Вдумайтесь в эту цифру, Фишер 1500 На одном только Урале вводится пять заводов гигантов А еще через пять лет 30 электростанций Вскоре они собираются ввести в строй самую мощную электростанцию в мире Днепрогаз Словом, если не остановить советы сейчас Завтра уже будет сложно Меняем нашу тактику, господин Фишер Пусть наше торговое представительство в России Станет троянским конем Мы изнутри взорвем советскую экономику Поэтому начнем с их главного плана Плана электрификации России И именуемого Гоэлро Пусть наше торговое представительство в России Пусть наше торговое представительство в России Например Утро Пусть наше торговое представительство в России Пусть наше торговое событие Вместо новостное Утро Пусть наше отмечающее Всех торговое decades Субтитры делал DimaTorzok Ну что за чёрт? Никита, Никит, телефон Ты ёлки зелёные Чё-то света нет Да, слушаю, в угроз, да Что? Так, начала греться Ну и правильно сделал, что остановил Правильно сделал Сейчас буду Что случилось? Турбина стала греться Что-то случилось Я сюда Давай, давай Ваша фамилия? Где вы были? Ну-ка, они-ка воин Ваша фамилия? А, Мокин я Складом заведую Где вы были сегодня ночью? Дома я был Ваша фамилия? Рудаков А вы где были? Дежурки Дежурки Ваша фамилия? Я чую, меня сон одолевает Ну я и решил заварки покрепче Ну кто ж знал, что не порошка Поцепим вместо заварки Разрешил распевать Да как же ночью без чая? Чего ты орешь? А ты кто есть? Я Ты Ты боец военизированной охраны Стоишь на посту Охраняешь важнейший государственный объект Того, что затеяли Чаепитие Закусывание Продовольственный ларек, понимаешь, на посту Молчи Эй, Рудаков Рудаков Чего? Срочно, Бугрову Скорей Машинный зал Кто вчера к тебе заходил? Вчера? А Петро Рудаков За варки просил Они тоже чая гоняют Больше никого не было? Больше никого А кто последний уходил со станции? Последний? Бугров Главный инженер По сколько? Где-то в одиннадцать Он всегда последним уходит Ну, ступай, понадобишься, вызовем Есть Давай Ну, чё там? Рудаков тоже напился чаем Ничего не помнит Ага Спички есть Ну, чёрт Да не кури-то на территории Есть Рудаков проверить И основательно Вы думаете, он специально? Покрутись вокруг его Загляни домой Посмотри, как живёт Как что Поговори Но никаких намёков Понял? Да-да-да-да Ну и Васильки Василий Ильич, я вот тут записал То, что я увидел на территории электростанции Наводит меня на одну мысль Либо руководитель отъявленный разгильдяй Либо сознательный вредитель Я пока склоняюсь к пену Хотя Многие факты мне кажутся странными Почему нет порядка в охране? Почему нет дежурного освещения на территории? Все эти недосмотры и привели к тому, что враг безнаказанно совершил диверсию Турбину хотели вывести из строя Для этого усыпили обслугу Для этого и насыпали наждачный песок Масло Но это же недоразумение И Рудакову я доверяю больше, чем самому себе Кстати, мы уже с ним все исправили Я и Рудаков все исправил Рудаков, Рудаков Больно уж как-то горячо вы его защищаете Здравствуйте Здравствуйте Никита Григорьевич Звонил Щербаков Ругается Спрашивает, когда свет дадим Передайте Щербакову Мы ждем представителя немецкой фирмы из Москвы Турбина на гарантии Я не могу ее пустить Так и передайте им Так передам Ну вот Значит, завод и главные объекты города остались без света Да поймите, наконец Я не имею права пускать турбину Кстати, говорят, на Новый год у вас в доме была елка Да На Новый год у меня стояла елка И жена моя буржуйка играет на рояле Да я ничего не пускаю Это вы чего-то Состоялось совещание ряда крупнейших фирм Европы Возглавил Детер Динг Цель – заговор против СССР Интеллидженс и немецкая разведка разработали план Диверсионные работы Компрометация ведущих советских специалистов Влияние на фирмы и правительство Заключившие деловые контракты с СССР Коалиция финансирует партию Гитлера Готовит его приход к власти В перспективе – интервенция Сейчас подрывные акции на электростанциях СССР Основное внимание Уралу и строящемуся Днепрогасу Жанр Да, Детер Дин быстрее всех раскусил Что такое национал-социалисты И, конечно, помогать им будет всеми силами Через кого они будут действовать? Через своих же специалистов у нас в России Продавая нам турбин, они будут умно, осторожно выводить их из строя Это раз Попытаются скомпрометировать наших специалистов – это два Вот смотрите Немцы изо всех сил стараются заставить нас покупать масло фирмы Shell То есть Детер Динга Бракуй наше машинное масло И что такое диверсия в Краснотальске, как ни звено в этой цепочке Через кого конкретно они могут действовать? Через Франца Фишера Представители немецкой фирмы «Континенталь» И как господин Фишер Ведет себя у нас в России Но пока со своими помощниками Бюхнером и Фюманом Скупает продукты в Интерснабе И загоняет их на черном рынке Балует с антиквариатом В общем, спекуляции Обычный грим разведчика Схватят за руку, скажут Извините, мы деловые люди, занимаемся бизнесом А под этим прикрытием делают свои дела Вот поломка в Краснотальске Кажется пустяковая Но я убежден, что ниточка должна привести к этому Фишеру Где он сейчас? Вчера выехал в Краснотальск Со своей секретаршей Анной Мариновой Чай готов, господин Фишер Спасибо Боже, сколько еще пройдет столетий Пока эти места из диких превратятся в уголок цивилизации Сами большевики признают, что Россия отстала от Европы на полтора века Но поражает другое Самоуверенность ваших соотечественников Живя в пруку, не имея приличного костюма Они, тем не менее, заявляют, что строят самое счастливое общество на Земле Поразительные люди Вы себя плохо чувствуете, Анна? Нет, нет, спасибо Хорошо Знаете Мы немцы Придаем большое значение своему здоровью Мы очень спортивная нация И я рад, что вы всегда говорите хорошо Благодарю вас, господин Фишер А я рада, что работаю в вашей фирме Честно говоря, не думал, что в России На бирже труда я найду такого прекрасного специалиста Как вы туда попали? Время тяжелое, да и место подходящее найти сложно Я очень благодарна вам за то, что вы меня взяли Да, да, да У нас вы сможете хорошо кушать Прекрасно одеваться И общаться с культурными людьми Так? Чайствует, господин Фишер Называйте меня Франц Прошу Прошу Постоянно меня держите в курсе Возможно, через Краснотальское дело Мы выйдем На их агентур на Днепрогрессе Согласен Я решил направить в Краснотальск Нашего сотрудника Ларцева Виктора Сергеевича 14.38 Второй подъезд К 15.00 Исполняйте Виктор Сергеевич Прошу Разрешите, товарищ Минжинский? Поберегись, козел! Поберегись, задавлю! Пожалуйста, пожалуйста Отнораs А ну, позоражите А ну, поберегись! Вот так, вот так Повешила Здравствуйте! Здравствуйте Mira Здорово, Николай Митрофанович Здравствуйте! Встречайте кого? Ой, не говорите ужас Поезд вовремя, Николай Митропавлович. Идем к мягкому руку. Идем к мягкому руку. Здравствуйте, товарищ господин Фишер. Проходите в автомобиль. О, у вас есть автомобиль? Есть. Так доехали. Спасибо, хорошо. Дядя, пусти меня. Дядя, пусти меня. Выши, я не дам. Держи. Годиал. Ну что, Виталий Иванович, беспорядков нет? Да нет, нормально все. Вот так, порядок, хорошо. Я понимаю, что это, в клубе железнодорожников. Бельбешек. Товарищи, совершаем культурную погрузку. Женщин пропускаем вперед, вперед, вперед. Женщин всегда пропускаем вперед. Вот так, даже во Франции есть такой обычай. Вот так. Ну куда лезешь, куда лезешь? Вперед, вот так, молодец. Хорошо, хорошо. Все порядок. Что, Виталий Иванович? Виталий Иванович, куда все? Что за лута? Кис-кис-кис-кис-кис. Ты че? А интересно? А че такое? Проходи, садись. Так че такое? Это что за саквояж был? Чего? Какой саквояж? Ты че, Митрофаныч? Ты че видел? Ничего ты не видел? Тебе померещилось. Спыхмельюги-то. Сиди. Че ты нужен от меня? Че ты от меня нужен-то? Я человек нервный, вообще не трогай ты меня. Я уже давно завязался с тем делом. Я работаю-то, понял ты? Я в пролетарии стал. Я в асалахе напишусь. Я напишусь заявление в профсоюз. Понял, ты вообще не трогаешься меня. Останет от меня. Готово! Тихо! Тихо! Как курицу порежу и перья выщипаю. Не надо. Скажу. Враг знает, что наша продукция идет на сооружение уральского машиностроительного и челябинского тракторного заводов. Враг знает, что значит для нашей страны досрочный пуск этих заводов. Поэтому в его планах не допустить их пуск. Во что бы то ни стало сорвать пятилетний план. Приступает товарищ Щербаков. Это кто? Товарищ Щербаков? Наш секретарь Рейхбалат. Но брак просчитался, понадеявшись на панику в наших рядах. Эта сеть простоя мы с тихвой восполним ударным трудом. В ответ на предательскую диверсию врага, еще теснее сплотим наши ряды. Товарищи! Пустой из Москвы! Незавтра! Состава Стирья! Да! 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 Господин Пишев, пройдемте, подождем там товарища Щербакова. Я предупреждал вас, что нельзя использовать в наших турбинах масло российского производства. Фирма Шел готова вам предоставить свое масло, но ваше правительство... Российское масло идентично по качеству. Мокинг, извините. И наши специалисты в Москве подтвердили это. А у вас есть данные химического анализа? К сожалению, таких данных пока еще нет, но по всем параметрам оно идентично по качеству. Извините, здравствуйте, товарищи. Это же не разговор, Никита Григорьевич. Знакомьтесь, товарищ Щербаков, а это господин Фишер. Извините, задержался. Сначала даму. Моя переводчица и секретарша Анна Сергеевна Маринова. Добрый день. Очень приятно. Когда мы можем ликвидировать аварию? Вот убеждаю. Это не так быстро делается. Машина надо хорошо посмотреть. Ты мне зубки сговаривай. Нету в конторе бумаги. Где хочешь, там ищи. Да где я тебя возьму, если во всем городе нету. А Антуша не моя забота. Под землей и найди. Нет, приехали у него бумаги. Нет. А? Я категорически против вмешательства русских слесарей. Наши механики могут прибыть сюда через два дня. Кроме того, я требую, чтобы к ремонту турбины приступили после экспертизы, проведенной авторитетной комиссией. И не здесь, а в Москве. И сколько времени вам на это потребуется? Ну, недели две. Две недели? Да вы что, смеетесь над нами здесь? Не понимаю вашей иронии. У вас есть хорошая пословица на эту тему. Спешка до добра не доводит. Да если мы не будем спешить, вы первые сожрете нас с потрохами. Вот это мы хорошо понимаем. Это уже политика. А она меня не касается. Но без политики нет экономики, господин Фишер. Это у вас. Анна, собирайтесь. Своё мнение я вам изложил. Ваше дело решать. Спасибо за гостиницу. Номер прекрасный. Лучше в наших местах. Я понимаю. Надеюсь, о своём решении вы меня известите. Можете не сомневаться. Обязательно известим. Тогда честь имею. До свидания. Вот что, Никита. Я тебя знаю, уважаю. Но к утру, чтобы электростанция давала свет. Собирай своих кулибинок, кого угодно. Турбину сделай. Сделали, сделали уже. Через два часа должен приехать представитель из электроимпорта, товарищ Борисов. Надо с ним посоветоваться. Так советуйтесь и запускайте. Ну что скажешь, Васильевич. Всё молчишь. Разбираемся. Я уж думал, ты давно разобрался. У тебя-то, у красного партизана, нюх на контру должен быть отменный. Для чего существует ОГПУ? Чтобы рабочий мог спокойно работать и строить коммунизм. И чтобы ни один враг нос поднять не смел. Да что вы везде одним враги мерещатся? Нет, у меня на электростанции врагов нету. Понимаете, нету? Ваши слова, Никита Григорьевич, мягко выражаясь, вызывает удивление. Да бросьте, Васильевич. Я понимаю, вам по должности положено. По должности. Вот я и занимаюсь. И враги мне не мерещатся. Я за советскую власть кровь проливал. И защищать её буду. До последней капли. Поняли? Интересно. Дома хозяева? Рудаков! Петро, ты дома? Это вызвано тем, что крушение, очевидно, было произведено злоупоречиванием. Что будет загружен известными материалами, которые направляются в известный район. Дорогие радиослушатели, через несколько минут мы будем передавать концерт. что за черт? А? 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 Да? Нет. О, здрасте, Никита Григорьевич Здрасте Вы ко мне? Да-да, нет А вы откуда сейчас шли? С электростанции на обед домой иду А в чем дело? Извините Извините Пошел, пожалуйста Я говорю, Павел Андреевич Мы седьмой, пятнадцатом, конечно, сделаем Дело есть Вы нам деньги выберите Минуточку А он, Горис, сначала сделает, потом поглядит Чего глядеть? Весна на носу Ну, был я на обед Смотрю, к соседу моему, Пепке Рудакова И дед Ванька, Воробьев Ну, думаю, не зря, Гюбл, пожалуй, да А? Ну, вот, дома и погляжу Смотрю я, значит, смотрю А Ванька-то зашел А вскоре из избыта Выскочил какой-то человек В железнодорожной фуражке И в шинелке Выскочил он, значит, и огородами Огородами и в овраг, да? А дверь-то он припер Потому что Ванька-то потом еще Долго колотился Узнал я того Фуражки-то А? Ну и что? А то Ты у нас сейчас казначей Так что, нежели ты меня Обманешь То я про тебя Могу кое-кому Кое-что сообщить Понял ты? Козел Вот так казначей Понял Меня не возьмешь Нет Что ты там видел? Сволочуга Ты ничего не видел Видел он Видел он Я тебе покажу в костер Вера Фаныч Вера Фаныч Я ничего не утечу Я больше ничего, клянусь Я больше ничего не видел Я ничего больше не видел Дальше что было? А дальше? Дальше, значит Воробьев ошалил Выскочил на улицу Так А там бугров проходил Ну, Ванька к нему Подошел Паша Да Ты чего? Ну, ты чего? А идешь туда, ну? Пусти Ну, вот, ну Ходи ну Язычок-то прижми Я-то по твоей делишке Молчу, хоть и знаю Могила Вывернуться из-под меня захотел Не надо Да ты что? Я ведь тебе мокрое место оставлю Понял? И не дрись около меня Надо будет, я тебя сам позову Ну, вот- ‬ Ступай Угу Валет Извини Митрофанович В тут и захотел Ну а сутри Ах! Раскинулась море широко И волны высуют вдали Уснул что ли? Вы меня извините. Мне кажется, этот Борисов столичная штучка. В шляпе с тросточкой. Остановился в гостинице. Вот и все. Ты присмотри за этим Борисом. Наш то наш. Да больно же, как ты говоришь. В шляпе. Вы меня извините. Да ты не извиняйся, Ген. Действуй. Понятно. Дверь закрывайте. Да-да-да. Закройте. А, это ты. Ну что? Ну, в общем, был я у Рудакова дома. Самого его не было. Но на столе лежала большая пачка денег. На глаз тысяч пять. Вот этого, Сергей. Где он сейчас? На электростанции, наверное. Я когда находился у него в комнате, кто-то прятался в синях. Очевидно, этот человек принес деньги. Кто? Так запер он меня в избе. Я когда выскочил, его ушлет простыл. Ну, а тут смотрю, по дороге идет кто-то. Ну, я к нему. В общем, это оказался Угуров. Так. Круг замкнулся. Вот оно, брать обоих. Я категорически против. Считаю, прежде чем хватать людей, нужно узнать доподлинно их причастность к диверсии. Выяснить, что за деньги. Откуда, за что. Разбегайся, кто может. Ну, а вдруг их подбросили. Иначе это беззаконие и самосуд. Вот. Ты что несешь? Завтра они турбину угробят, а мы будем с ними законничать. Нет, дружок, я их за горло пока не поздно. Так нельзя. Ты что, против? Против. Да я тебе за нарушение дисциплины революционной под суд отдам. Откуда деколоном прет, а? Да! Василий Ильич, вам телеграмма, Свердловска. Руки. Понял. Телеграмма. К нам человека присылают из Москвы для проверки. А у нас тишь да гладь. Получается, что у нас нет надежной охраны, чтобы уберечь турбинат вредителей. Опять виноваты мы. Но две недели, которые они у меня просят, для меня неприемлемы. Ну, тогда Фишер поставит вопрос о снятии гарантии. Ну и чёрт с ней с гарантией. Что значит чёрт с ней? Ну вот. Послушайте, но если причины аварии стали известны, и вы видите, что сами можете их устранить, зачем нужно было вызывать Фишера, поднимать этот шум? Лучше починили бы тихо и всё. Сами же кашу заварили. Не знаю. Я сделал как по инструкции. При любой остановке оповещать представителя фирмы. Турбина на гарантии. А вдруг что-нибудь случится, а я бобу сорву. Сорвали же? Так вот, вот. Приказ отдал я и готов за это отвечать. И теперь приказываю запускать. Мы обязаны поставить Уралмашу 20 станков и баста. Всего доброго. Как же вы не понимаете, что Фишер только этого и ждёт? Ведь какая у них система? Сначала пустяковая остановка. Авария вроде вашей. Фишер всячески тянет время. Комиссии там и прочее. Естественно, у всех лопается терпение. И турбину пускает самовольно. Всё. Фишер снимает гарантийные обязательства. А спустя какое-то время Турбина ведь может выйти из строя. Новую придётся покупать за золото. Фокус у них старый, проверенный. Понимаешь? Да, хорошо это у них всё у немцев продумано. Вы-то что-то в Москве сидите зеваете? А вы что тут спите? Твои же рабочие посыпали песку в масло. Ну ладно. Живёшь-то как? Не виделись-то с выпускного? Да пока всё хорошо. Хорошо. Давно сюда перевели? Полтора года назад. Вот начинаем строить крупный грязь. А. Да. Ну что ещё? А, женился, Игорь. Женился. Ночь растёт, пять лет, большая уже. Неделю назад ко мне переехали. Жили пока у родителей, а у моей матери. Так что всё прекрасно. Ты-то женился? Нет пока. Ну и дурак. Жениться надо, Игорь. Жена это брат. Всё. Это значит, я так счастлив, что готов вместо турбины вкалывать, работать. Ну, вечером-то ещё увидимся. Товарищ Юлимонов, идите работать. Есть. Не обращай внимания. С гражданской ещё контузии ловил. Ну что, я пришёл, пойду отдохну. Ну ладно. Как ни крути, а турбину пускать надо. Ну, впрочем, вечером увидимся. Сговорим. До вечера. Выздоров. Субтитры подогнал «Симон»! Здорово, Афанасий. А, здорово. Чего тебе, ветра? Да вот, след у тебя приметный. Вроде такой же я видел там у нас. Возле Маслобака, аккурат после аварии. Ты что ли там был? Чего я там не видел? Моё место, она в склад. Маслобака, ишь ты. Ну ладно. Маслобака. Рад вас видеть, Игорь Николаевич Я тоже Хвост не привели? Да нет, кто же будет следить за представителем советской фирмы? А мне долго пришлось кружить, пока оторвался Да, интересуется? Еще бы Ну что, пришли к единому мнению? Пока не совсем Понимаю Господин Щербаков, бывший военный, считает, что турбинами можно командовать Ать-два Ну, нам не нужно беспокоиться Он нынешнюю поломку считает чистым недоразумением Значит, они Пустят турбину? Угу Ага Сколько запасных осталось на складах электроимпорта? Десять Но все они в ближайшее время уходят на другие электростанции Я, кстати, на днях еду в Берлин Просить еще Передайте привет Геодрику А мне от вас нужно одно Чтобы через месяц на складе не было ни одной турбины Вы меня понимаете, Игорь Николаевич? Но как? Я Если бы хотя бы вы как-то помогли Но меня вы не рассчитываете Потом Надо будет убрать Бугрова и Щербакова За свои воли и отказ от гарантии Нарушив гарантийные обязательства и загубив турбины Они заставили государство выигрывать из карманов последнее золото И поставили под срыв поставки двум гигантам За это их надо судить Цукин сынов Вас прямо хоть сейчас принимаю в ГПУ Извините Вы что-то в последнее время начали сутулиться Не вижу военной выправки Вполне возможно Знаете, гражданские дела это непосильная ноша У нас нет гражданских дел Прапорщик Борисов Мы с вами на войне, самый жестокий из всех Я понимаю А вы правильно делаете, что сутулитесь Официальский фронт ни к чему О вашем прошлом должны знать только мы Мама, мама, это я И это я, это дядя с бабушкой Вот я, вот я, вот я Вот мама, вот мама, вот мама, вот мама с бабушкой Эх, яблочко, да куда коваться, ко мне в рот не повешься Ко мне рот попадешь и не воротишься! Папец не говорит, на ухо наступил! Ну-ну-ну, дочь! Мам говорит, что у меня уже успехи! На ухо наступил, надо же так оскорбить отца, а? Свердловский, захожу как-то в клуб, слышу, играет. Да так что, дух захватывает. Закончила играть, а я с места сдвинуться-то не могу. Знаешь, стою как пьяный, даже прошатывает, честное слово. Как будто заново слышать стал. Ну, после, когда с ней познакомились, так и вовсе переродился. Точно второй раз слепила на меня. А что это она, моя ненулька? Никита, ну опять ты? А ты не подслушивай. А я не подслушиваю, даже тебе спать не пора. Хорошо. Да я о своем, Нина, о своем наболевшем говорю-то. Ты же помнишь, как наш эскадронный мой талант зажимал, а? Помнишь? Конечно. Вова. Мама, дай мне сэскадрон. Запивай. Все поют, а мне не позволяют. Бугров молчит, а мне обидно до слез петь-то охота. Ох, ластрика моя. А все благодаря ненульке. Музыкальную грамоту осваиваем. Как у нас папа играет? Хорошо, только слухаю. Слухаю-то. Ну-ка дай-ка ушел. Может быть чаю еще налить? Хорошо бы. Мама, дай мне другую. Давай, наливай. Хорошо. Надежда. Надежда. А все-таки я научу играть на пианинах. Научусь. Субтитры сделал DimaTorzok Представляешь себе? Индустриализация Никитична Бугрова Ну, Никиту всегда бросал из одной крайности в другую Папа, спокойной ночи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Простите, в чем я обвиняюсь? Нинда, слышишь, я арестован Да вы что там, с ума все подходили? Прошу следовать за мной Идемте Я никуда не пойду, не хочу Я протестую, я коммунист И этот призвал Гражданин Бугров, вы не того Не заставляйте нас применять силу Лучше Айдайте с нами по-хорошему, там разберутся Никита Нина Нина, ты не волнуйся Что же это? Не волнуйся, все будет хорошо Это просто какое-то недоразумение Ты ложись спать, не беспокойся, я скоро вернусь Все выяснится, все выяснится Все хорошо Ну, идемте, товарищи Идемте, идемте Приехали, что ли? Да, приехали Сюда, товарищ Ларцов Ага Замерзли? Холодно у вас Сюда Сюда, сюда Здравия желаем Здравствуйте Охране Днепрогресса Принимаем все меры А что происходит в Краснотальске? Там события разворачиваются бурно Поступил рапорт От Ларцева Где он настаивает на освобождении отдела начальника Краснотальского сектора Сергеева Причины? Серьезные просчеты в работе Субъективизм Потеря авторитета Стремление к отчетности Вот дело Сергеева Да Нелегко успевать за временем Я не против поддержать Ларцева Но только Пусть еще раз хорошо подумает Ведь речь идет о судьбе человека Нашего человека А что сообщает Ларцев конкретно о расследовании? Пока следов никаких Но исчез из города механик Рудаков Подозревавшийся в причастности к аварии И исчез тот вечер, когда Сергеев хотел его арестовать Поиск ведется Вот видите, Леонид Петрович, Краснотальское дело непростое, я говорил Для нас Урал район архиважный Будущее индустриальное сердце страны И это они понимают Я убежден, что Фишер имеет отношение к аварии А от него потянется ниточка к Днепрогрессу Ребята, там говорят убили Чики-то приехали Чего ты тут говоришь? Чего ты опять тут говоришь? Виктор Сергеевич Нашли труп Рудакова Вот сюда, вот сюда, Дарихард Вон там, в церкви На, держи Цепляй и тащите Надо было эксперта вызвать Так нельзя, вот увидите Это вы увидите Одного уж прохлопали? Улики, улики Доказательства Где теперь ваши доказательства? Вот они, эксперты Товарищ, дайся Рудист, форум А кто на ранних? Пацаны, ну отойди все равно Быстро, 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 я сказал Ведите в порядок Ведите Он машет сюда Это пухает, пухает, это сколько? Ну давай, тащи, чего там Шевелись, шевелись, ребята Кто дал вам право самому осматривать место преступления? Почему не вызвали экспертов, как только обнаружили труп? Чего вызывать? Я сам все осмотрел Все ясно Рудаков убит ножом Нож охотничий, вот такой Примерно Я знаю эти ножи Сразу в сердце Василий Да как вы смели? Осторожно, ребят Там лестница сломана Франц Ты здесь? Я думала, ты у себя Смотри, что они написали Господин Фишер помогает в России воплотить в жизнь план Галро Это замечательно Я почти национальный герой? Да, я слушаю Что? Отпустите его Я с ним разберусь Отпустите под мою ответственность До свидания Что-нибудь случилось? Что случилось? Нашего господина Бюхнера Забрали в мур Только и всего Бедняга, Георг Проклятый спекулянт И он Поезжайте туда И привезите его КОНЕЦ Защит Продолжение следует... Пройдите сюда, господин Бюхнер. Что-нибудь случилось? Я вам сколько раз говорил, чтобы вы прекратили эту спекуляцию инснабовскими консервами. У нас есть достаточно надежный канал для этой цели. На 15% комиссионных, к чёрту! Вы что, хотите, чтобы вас вышвырнули отсюда в 24 часа? Чтобы в Германии вы пополнили ряды безработных? Если завтра советские газеты зальются филеетонами в вашу честь, я не дам ни пфеника за вашу голову. Вы сами себе позволяете, что хотите. Что? Вы дарите своей русской секретарше такие подарки? Думаете, никто этого не видит? Молчать! Все подарки и мои отношения с Анной санкционированы господином Гарптом. Идите спать. Спокойной ночи. О, мой Бог! Вот и всё. Начинается в Германии. Волнуешься? Ещё бы. Одно дело в Москве с ними общаться, а тут прям к ним впасть. Это ж всё-таки капиталисты. Вдруг они ещё не там. Хоть бы аганны выдавали, что ли. Мы с тобой, Стёпа, коммерсанты. Наше главное оружие... Что? Деловая хватка, честность, исполнительность и обаяние. Так что ты дрожать, конечно, дрожи, но фасон держи. Господа Борисов и Пономарёв. Да. Рады приветствовать вас в Берлине. Спасибо. Как вы доехали? Хорошо. А устроились как? Хорошо. Одну минуточку. Заргут. Пардон. Видал, как она? Что, по-русски шпарит? Да нет. Вот это вот всё. Поржуйка. Нормальная европейская секретарша Степан Акимович. Людовский, хорошенько. Как я выгляжу? Ну, ты выглядишь идиотом. Господа, вас ждут. Рад. Очень рад. Ну что ж, давайте знакомиться. Генрих фон дер Гапт, руководитель русского отдела фирмы «Континенталь». Игорь Николаевич Борисов, электроимпорт. Это мой переводчик Степан Акимович Пономарёв. Очень приятно. Как доехали? Хорошо. Хорошо, Васильевич, выстрелите. Заргут. Пожалуйста, прошу вас. У нас в Москве минус 25. Ах, вот как. Ну, как раз у нас есть чем согреться. Пожалуйста, вино, водка, пиво. Что угодно. Если можно сельдерский. Пожалуйста. Спасибо. Пить хочется. На здоровье. А вам что, молодой человек? Мне тоже этого. На здоровье. Пожалуйста. Господинка. Да. Поскольку времени у нас не так много, мне бы хотелось сразу... Вот, 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 вот у кого надо поучиться деловитости. Ну, что ж, это верно. Но, поскольку мы в русском отделе нашей фирмы, я полагаю, что надобность переводчика у нас отпадает. Разве что потом, при составлении документов. Я думаю, это резонно. И вообще Степан Акимовичу погулять... Да, и в сопровождении моей секретарши. Ну, у нас есть кто посмотреть. Юлия, вам придется сегодня показать нашему гостю Степан Акимовичу наш город. Наши кафе, наши магазины, театры, парки. Словом, я поручаю вам нашего гостя на весь день. Прекрасно. Повезло. А вы что? Первый раз в Герлине? Я? Да, первый. Тогда вас ждет много интересного. Идемте. Я что, в самом деле свободен? Да, да, иди. Понял. Прошу. Можете взять мою машину. О! Будем говорить по-немецки, господин Пономарин. Консул Кнап сообщил мне о вашей поездке и о ее цели. Это вы, Игорь Николаевич? Да, я. Там, с обратной стороны, есть моя подпись и код Н2. Верно. Будьте любезны поставить вашу подпись еще раз. Пониже первой. В вашем досье есть хорошие отзывы о вас по штабу Урангеля и прекрасная характеристика полковника Хаскеля. Благодарю. Ну вот, формальности соблюдены. Мы дадим оборудование для Зуевской, Гресс. Пусть они думают, что вы опытный и очень хитрый коммерсант. А что еще они хотят? Так, я привез тут кое-какую документацию. Дело в том, что у нас в электроимпорте создана специальная техническая комиссия, которая тщательно изучает причины аварий турбин вашей фирмы. О! За семь лет вы поставили нам 33 мощных турбины. Да. Так вот, господин Гапт, на десяти из них произошли аварии. Это же хорошо. Да, но техническая комиссия видит, что турбины других фирм работают исправно. Хотя там работают специалисты такой же квалификации. Пожалуйста. Ну что ж, это верно. Ссылаться в дальнейшем на неопытность русских специалистов нам уже, пожалуй, не следует. А, кстати, Игорь Николаевич, вот вы завтра будете посещать наши предприятия, и вы там и предъявите ваши претензии. Я думаю, они будут приняты. А я со своей стороны постараюсь, чтобы все это попало в наши газеты. Ну, скажем так. Инженер Борисов нокаутировал фирму «Континентальная». А теперь, Игорь Николаевич. Сюрприз для вас. Ганс! Не узнаете друг друга? Почему? Я припоминаю. Вы учились у Заики, 15-го года выпуск. А я двумя курсами младше. Помните Ротмистра Наливайко? Знаменитую его фразу. «Чтоб нижние щеки всегда были плотно прижаты». Неужели не помните? Да. Ротмистра помню. А ваша фамилия? Борисов. Игорь Борисов. Игорь Борисов? Вы же Михаил Марков, а я Борисов. Ну да. Игорь Борисов. Разносчик записок. Я не узнал вас сразу. Здравствуйте. Здравствуй. Спасибо вам, Генрих, за эту неожиданную встречу. Мы не были близко знакомы, но все равно чертовски приятно увидеть приятеля в своей молодости. А вы знаете, а я ведь ухаживал за вашей кузиной. Да, я знаю. Как Блэки поживает? Она по-прежнему все такая же хорошенькая? Блэки погибла в 19-м. Да, Блэки. Все-то я думаю, что бы ни делая, Блэки не черная, Блэки все белая. Я любил ее, Игорь. Извините, господа, но должен прервать поток ваших воспоминаний и уже официально представить вас друг другу. Майор Ганс Мюллер. А это Ганс господин Борисов. Наш агент Н-2. Замечательно. Прекрасно. Друзья, приглашаю сегодня вечером к себе на загородную виллу. А теперь гуляйте. Через полчаса я должен быть в Кремле. Я слушаю вас. Я буду писать, а вы говорите. Меня тут вот заинтересовала биография одного человека. По фамилии Наркевич. Но ничего вроде особенного нет. Бывший царский военный специалист, инженер по образованию. Учился, воевал, вернулся в Петроград. Сразу пошел работать к нам. Работал на Путиловском заводе. Затем перешел на электростанцию. А в 1927 году попросился на Днепрогресс. Работал сначала просто строителем. Затем бригадиром. А уже позже инженером по установке оборудования. В 16-м году Наркевич попал в плен к немцам. А через полгода бежал и вернулся в свой полк. Сколько ему лет? Сейчас ему 40. Удалось установить, что пока он был в плену, его полк был передислоцирован с севера фронта на юг. А попал в плен Наркевич на севере. По имеющейся у нас документации фронта того времени, возвращение Наркевича из плена нигде не зафиксировано. Он что, вернулся в полк помимо официального обращения? Но как? Как он мог узнать, где расположен полк? Возникает мысль, что либо ему об этом стало известно каким-то чудом, либо... Переправили. Не исключается такая версия. Правда, при условии, если у нас на руках полная документация фронта. Да. Тем не менее, в этом что-то есть, Леонид Петрович. Да. Ранняя здесь весна. Как там в России? Семнадцатого года не был. Строят. В Москве метро начали строить. Москва, Москва. Так много в этом звуке. Ничего, Миша, побываешь. Господин Мюллер. Игорь Борисов был поверенный в моих любовных делах. Носил записки. Сам презирал эту любовь. А меня уважал лишь за то, что я был старше его по курсу в академии. И любимец офицеров. Поиставили меня всегда в пример. Игоря Борисова я никогда бы ни с кем не спутал. Вы, к сожалению, на него нисколько не похожи, господин Н-2. Кто завербовал? Англичане? Да. Ну и что же будем делать? Вырабатывать паритетные начала. Руки на место. Ну а теперь конкретно. На кого работаете? М-2. Между кем не широкий метод. Игорь Борисов был посчитал. Во-вторых, Eph Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok